Данная организация представляет опасность. Они стали больше просто узнали. Это центр здоровой молодежи, благотворительная организация, которая позиционирует себя как православно ориентированная, прикрывается именно красивыми лозунгами, высказами известных актеров, политических деятелей, даже некоторых священников, которые, не зная, не обладая информацией, неосторожно дали какие-то рекомендации или похвальные высказывания в адрес подобной организации. В России она еще действует под названием фонд имени... Нет, фонд Архангела Гавриила. Да, но сейчас, в сентябре этого года, председатель Синодального отдела по благотворительности и социальному служению владыка Пантелеимон разосал циркулярное распоряжение по всем епархиям о том, что не рекомендуется сотрудничать, поскольку есть твердая связь с тоталитарной сектой. Собственно, она оттуда и выросла, и связи эти поддерживаются. И задача просто, можно сказать, церкви нужна для прикрытия. Потому что другого варианта нет. Если в человеке нет духовно-нравственного стержня, если нет иммунитета к злу, если нет нравственных тормозов, то падение его предсказуемое, оно будет обязательно, потому что, ну как человек должен отличать добро зла? Это понятие абсолютное, условностей никаких нет. То есть мы должны научиться сознательно выбирать добро. Если нам говорят, что делай свободный выбор, что хочешь, то и все, мы уважаем твой выбор. Но это только подталкивание человека, маленького человечка, будущего гражданина Отечества, отца, мужа, в пропасть. И это недопустимо. Нужно изначально воспитывать в добре. Но если, скажем, у одного добро понимается в материальном смысле, сколько у меня добра, глядит он на свои сундуки, а у другого добро помогать ближнему, спасать свою душу, то, конечно, надо воспитывать именно в этом, в духовном понимании добра. Или, как говорит в Священном Писании, кто кем побежден, тот тому и рабов. Победило зло нас, проросло нашу душу. Мы, рабы зла, служим ему беззаветно. Если победило в нас добро, то служим добру. Поэтому, конечно, необходимо духовно-нравственное испытание, чтобы человек уже встал на ту тропу, с которой бы не сворачивал, которая ведет прямо к спасению его души. И это поможет, безусловно, ему на пути жизненном избежать тех соблазнов, пороков, страстей, которые в невероятном количестве предлагает падший мир. Работа в противодействии этому злу, такому злу, как наркомания, она все-таки развивается, увеличивается и расширяется. И это очень радует, потому что встречи, беседы, обмен опытом показывают, что вовлеченных в тему противостояния этому злу становится все больше и больше. Хотелось бы, чтобы это еще более масштабнее было. Хотелось бы, чтобы в этом более активно участвовало государство, потому что это проблема национальной безопасности. Очень печально, что мало средств массовой информации интересуется данной темой или темой данных конференций. И вообще, почему такие конференции идут? Потому что это наш гражданский долг.